Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и я решил все-таки вернуть уроки по ZBrush. В первую очередь, нормально озвучить мой урок по ZBrush ZModeller и продолжить то, что хотел. И прежде чем начать данный урок, я предлагаю установить интерфейс, который Вы видите на экране. Конечно же, если он Вам нравится. Чтобы скачать данный интерфейс, идем в материал Fatuts и качаем его. Данный урок я записывал еще в 2016 году на ZBrush 4R7. А сейчас уже вышел ZBrush 2018. Так что я также загрузил самую новую версию данного интерфейса, адаптированную под новый ZBrush. После того, как Вы скачаете специальный файл, копируем его в папку C Program Files Pixelogic ZBrush 4R7 или ZBrush 2018 ZStartup. Далее, после данной процедуры в ZBrush нажимаем Preference Load UI и выбираем данный файл. После этого у Вас будет такой же интерфейс, как на экране. При желании его можно настроить под Ваши потребности. Для этого, идем в настройки и нажимаем Enable Customize. Таким образом, Вы зайдете в редактор интерфейса и теперь можно полностью переделать его под свои задачи. С помощью комбинации клавиш Ctrl и Alt и клика мыши, можно перетянуть любую кнопку интерфейса, куда захотите. Затем, когда Вы будете довольны, снова нажимаем на Enable Customize. После этого нажимаем на Store Config, чтобы данный интерфейс сохранился при следующем запуске. И конечно же, не забываем сохранить файл конфига через Save UI. Чтобы начать работу ZModeller, давайте выберем специальный примитив. Для начала кликаем на модель звезды и включаем Edit Mode. После чего, переходим в Tool Initialize. В данной вкладке, Вы можете выбрать куб, сферу и цилиндр по трём осям. Если нажать на каждую из кнопок, то модель звезды превратится в выбранный примитив. В основном, свою работу я начинаю с бокс примитива и в редких случаях выбираю сферу или цилиндр. Итак, с примитивами разобрались. Теперь приступим к рассмотрению ZModeller. ZModeller это специальная кисть, которая позволяет моделировать полигонами, как в том же 3ds Max, Maya или Blender. Изначально ZBrush создавался для скульптинга и многим не хватало инструментов моделирования в нем. Сейчас же, этот инструмент есть и для его выбора существует несколько способов. Первый. Нажимаем клавишу B, затем Z и выбираем данный инструмент. Второй. На панели инструментов нажимаем на Brush, затем выбираем Preview кисти, нажимаем Z и выбираем. ZModeller. Третий. На панели инструментов слева выбираем Preview кисти, нажимаем Z и кликаем на ZModeller. И четвертый способ. Если Вы установили мой интерфейс, о котором я говорил в начале урока, то ZModeller можно выбрать на панели кистей внизу. После выбора данного инструмента, Вы сможете работать с полигонами, вертексами или ребрами. Для каждого типа есть свое меню. Для полигонов это Polygon Actions. Для вертексов это Point Actions. И для ребер это Edge Actions. О каждом Action я сейчас расскажу. По умолчанию, для полигонов используется универсальный инструмент QMesh, который позволяет Вам выдавливать полигоны и производить другие операции с ними. Для точек это инструмент Move, а для ребер Insert Loop. В первую очередь, я расскажу о инструментах для редактирования полигонов. Чтобы открыть эти инструменты, наводим курсор мыши на полигон и нажимаем пробел или правую кнопку мыши. Первый инструмент в списке это Add to Curve, который создает кривую вдоль ребер полигона после нажатия на него. Если в Target выбрать Flat Border, то кривая будет создана по плоской границе бокса. Для кривой тоже есть несколько опций, чтобы их открыть. Наводим курсор на кривую и нажимаем пробел. Эти опции позволяют удалить кривую, сделать ее неактивной для любых действий или создать фаску по этой кривой. Также, Вы можете создать фаску с помощью отдельного инструмента Bevel. С помощью данного инструмента можно сделать скос по одному полигону по умолчанию. Если выбрать Target Flat Border, то получится такой эффект. А если Вы выберете All Polygons, то будет Bevel на всех полигонах. Для этого инструмента есть несколько модификаций и первое Single Row позволяет делать скос без дополнительных ребер. Two Rows делает скос с разделением пополам каждой части. Что делают остальные, я думаю, уже понятно. В нижнем ряду есть полезная функция Sharp Edges. Выбираем ее и Four Rows. Sharp Edges позволяет делать резкие ребра во время сглаживания с помощью Dynamics Updives. Чтобы включить такое сглаживание, идем в Tools и вкладке Geometry в категории Dynamics Updives. Нажимаем на Dynamic. Также этот эффект можно включить, нажав клавишу D. В итоге Вы получите такое сглаживание с резкими ребрами. Если же Вам не нравятся такие резкие края, Вы можете выбрать опцию Soft Edges и получить противоположный эффект. Выбрав ее, Вы увидите, как часть ребер расположились наоборот ближе к центру, нежели по краям. Итак, это все, что я хотел рассказать за Bevel. Следующий инструмент называется Bridge. Благодаря ему, Вы можете соединять рядом стоящие полигоны или два полигона разных объектов. Итак, оставляем выбранное Connected Police. Обычно перед тем, как начинать работу, я смотрю на включенные модификаторы, а затем на выбранную цель ниже этих двух типов. Если включен первый модификатор Interactive Curvatch, Вы сможете интерактивно менять выдавливание арки, которое образуется между двумя полигонами на любое расстояние. Для этого просто двигайте мышкой влево или вправо. Чтобы ограничить это действие, Вы можете поставить например 50% и арка будет выдавливаться на это значение. Если снова отметить Interactive Curvatch, то Вы снимете все ограничения и сможете выдавливать арку на любое расстояние. Второй модификатор ограничивает количество полигонов в арке. В данный момент это 8 сечений и конечно же это влияет на плавный изгиб. Если Вы включите два ограничения по силе выдавливания количестве полигонов, то Вы сможете быстро создавать арки с этими параметрами обычным кликом мыши. Следующие два модификатора Align to Normal и Align to Tangent. Чтобы разобраться, как же они работают, давайте выберем полигональную звезду из стандартных примитивов. И для начала посмотрим, как направлены полигоны у этого объекта. Чтобы узнать положение нормали, просто наводим курсор на полигон и Вы увидите линию, которая показывает это направление. Так вот, если выбрать Align to Tangent, то бридж создается по прямой. То есть вдоль касательной к этим полигонам. И если же выбрать Align to Normal, то бридж будет создан по направлению нормалей. Как видите, получаются абсолютно разные соединения. Следующие два модификатора используются для перемены и постоянной ширины. Они позволяют изменять ширину в рядах создаваемой геометрии. Это является самым примечательным, когда ширина края одного полигона, не разделенная его обоими треугольниками, более шире по сравнению со смежными соединенными полигонами. Наглядно, это не всегда заметно, поэтому лично для меня это бесполезная функция. Далее следуют модификаторы, которые позволяют создать симметричный или несимметричный бридж. Если Вы выберете Symmetrical, то будет равностороннее распределение полигонов. Самые нижние модификаторы позволяют выбрать из чего будет состоять бридж. Из треугольников или четырехугольников. Теперь давайте поговорим о второстепенных целях, которые следуют ниже основных. Первый Abizie Curve выглядит таким образом. А так выглядит Spline. Круг и арка создают разного типа арки. На первый взгляд, нет никаких отличий. Но если Вы сравните эти два варианта, то увидите разницу. Создаем первый тип, затем выключаем перспективу и размещаем объект там, где хотим запечатлеть его для сравнения. После чего нажимаем комбинацию клавиш Shift плюс S. Благодаря этому, Вы получите референс этого объекта и сможете работать с другим. Перетягиваем объект в любую другую часть, удерживая Alt и левую кнопку мыши. Нажимаем Ctrl-Z и создаем арочный тип. В итоге, сравнив два объекта, Вы увидите разницу. Чтобы убрать референс, нажимаем Ctrl-N и переходим к следующим целям. На самом деле, сильно заметной разницы между следующими опциями нет. Поэтому я не буду их показывать. Единственное, если Вы выберете Straight Lines, то Вы получите прямоугольную арку. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!